в этом уроке девочки мы с вами научимся рисовать схему укороченных поворотных рядов для вязания горловины спинки и скосов плеча когда нарисуешь схему становится сразу же все понятно то есть в калькуляторе вы посмотрели сколько разворотных точек в каких местах вам нужно сделать а здесь садитесь вот так вот и рисуйте также точно как я нарисовала сейчас вам станет все понятно то есть смотрите вот у нас так скажем вверх спинки мы с вами вязали вязали в каком-то месте остановились то есть с этого места нам надо будет вывязывать скосы плеча и вырез горловины вот с этого места мы с вами и начнем вот у нас скос плеча 1 2 и конечно крутенько чуть нарисовала но зато будет легче рисовать нам с вами наши ряды вот он вырез горловины да у меня 4 разворотные точки по скосам плеча вот я их рисую нарисовали четыре разворотные точки делят линию плеча на 5 отрезков я надеюсь это понятно дальше у меня по вырезу горловины идут 1 петля 1 петля 2 петли и 3 петли то есть вот я нарисовала свои точки с этой стороны точно так же 1 1 2 и 3 1 1 2 3 по скосу плеча мои петли расположились так тут у меня 9 петель здесь тоже 9 и здесь по 10 то есть всего у меня по линии плеча 48 петель по линии горловины 42 петли здесь 48 вот все это себе прорисовывайте и вам будет все очень понятно теперь начинаем рисовать наши ряды вот в этой точке мы находимся то есть в лицевом ряду нам с вами нужно начать вывязывать скос плеча и вырез горловины что я делаю вот мы начинаем вязать этот первый ряд я вижу и останавливаюсь вот в этой точке ряд рисую кривой потому что здесь так нарисовала в принципе они у меня начинаются на одном уровне и скос плеча надо вывязывать и вырез горловины то есть что я в этом ряду делаю я прохожу всю линию плеча здесь я ставлю маркеры для того чтобы не видеть где у меня петли горловины а где петли плеча провязываю все петли до маркера затем провязываю вот эти петли 1 1 2 и 3 то есть это получается 7 петель здесь можно в этой же петли развернуться можно в следующий провязываю эти 7 петель и возвращаюсь возвращаюсь я вот сюда вот в эту точку здесь я не довязала вот эти 9 петель до края изделия разворачиваю работу здесь мы формируем в этих точках разворотные петли то есть от немецкие петли я вам покажу как они провязываются и начинаю вязать снова лицевой ряд прошла после маркера то есть все петли вот эти вот отсюда линии плеча прохожу прохожу маркер прохожу вот эту петлю вот эту петлю вот эти две петли и снова разворачиваюсь вижу в обратную сторону вот до этой точке то есть от предыдущей точки разворота я снова не довязываю 9 петель разворачиваю работу формирую поворотную петлю вижу вот сюда снова разворачиваюсь вижу вот сюда разворачиваюсь вот сюда вижу повернулась вот сюда и в эту точку в начало на спицах у нас вот эти петли разворотные они такие двойные получаются поэтому нам с вами желательно их закрыть из этой точки там где стоит маркер я поворачиваюсь и провязываю все петли до края и потом поворачиваюсь иду уже на другую сторону прохожу все вот эти точки то есть когда я шла в эту сторону я закрывала вот эти разворотные петли ну как раз закрывала это не то что закрытие петель когда мы заканчиваем работу а нужно их просто правильно провязать чтобы они у нас выглядели красиво прошла вот эти в этом ряду закрыла вот эти петли и пришла вот сюда то есть на вторую сторону нашего изделия все вот эти петли у нас висят на спице дальше отсюда я иду вот в эту точку то есть точно также провязываю все петли плеча после маркера провязываю вот эти петельки и вот в этой точке делаю разворотную петлю и вижу обратно здесь я не довязываю свои первые 9 петель снова разворачиваюсь вижу вот сюда точно так же я здесь все вот эти петли плеча прошла оставшийся маркер прошла вот эти вот 4 петли делаю поворотную петлю дальше иду в эту сторону здесь 9 петель не довязала дальше вот в эту сторону прошла вот эти две петли повернулась иду сюда тут у меня 10 петель не довязана сюда одну петлю прошла после маркера разворачиваюсь и вот сюда здесь 10 не завязала дальше иду к маркеру закрываю все вот эти петельки и делаю уже закрытие всех петель ну то есть просто провязываю вот этот ряд вот таким образом у нас с вами сформируются вот такая красивая линия плечевых скосов и горловины дальше в уроках мы с вами разберем что с этими петлями делать в следующем уроке я вам покажу как провязываются вот эти поворотные петли и вы все поймете пусть не очень красивый получился у меня рисунок но зато с таким рисунком очень удобно вязать я всегда рисую то что мне нужно провязать и когда вижу каждый ряд вот так вот отмечаю и уже здесь точно вы не запутаетесь никогда где в каком ряду что вам нужно провязать все встречаемся в следующем уроке где покажу как провязывать все эти петли